МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер программы. Управляющая компания ЖКХ Амурстрой. Наш приоритет. Ваш комфорт. В эфире новости экономики. Здравствуйте. С вами Валентина Сливко. И коротко о главных событиях на сегодня. Оплатил кредит досрочно? Живи спокойно. Фирмы-должники при Амуре рассчитались по долгам. Рабочие специальности в почете. Погасившие суду досрочно больше банку ничего не должны. Очень важное решение принял Верховный суд, рассмотрев жалобу клиента крупного банка на жадность финансового учреждения, пишет российская газета. Сейчас по закону каждый клиент финансовой организации имеет право погасить кредит досрочно, и ему ничего за это не будет. Подобное правило возвращать весь кредит хоть на следующий день после его получения норма, буквально выстраданная многочисленными клиентами банков. Совсем недавно, всего несколько лет назад, финансисты то запрещали раньше, чем через полгода досрочно закрывать кредит, то штрафовали своих клиентов за досрочный возврат денег. Граждане от таких кабальных условий страдали, а банки продолжали зарабатывать на этом деньги. Известные фирмы-должники Амурской области рассчитались со своими работниками. На начало апреля свою задолженность погасили компании «Дальспецстрой» и «Бамстроймеханизация». Об этом сообщила областная трудовая инспекция, подводя итоги работы за первый квартал 2016 года. Специалисты продолжают мониторить ситуацию и в другой организации «Буре и Гестрой». Долги по зарплате там погасили в конце прошлого года. Обращений от работников не было. Но по закону инспекторы обязаны контролировать ситуацию в течение года. В целом же количество обращений в инспекцию труда за три месяца увеличилось на 75%. Амурчане написали 2300 жалоб. В аналогичном периоде прошлого года их было на тысячу меньше. В основном жалобы касаются невыплаты зарплат, пособий и отпускных. Работодатели уже выплатили более 250 миллионов рублей. В прошлом году сумма равнялась 60 миллионов. Количество травм на рабочем месте остается на уровне прежнего года. Около 30 случаев за три месяца. В строительном центре АСЯ упал работник. Он брал со стеллажа строительный инвентарь. И тележка, в которой он стоял, она просто упала. И он с высоты, порядка 4-5 метров, упал. Там открытая черепно-мозговая травма. Там все очень печально. Ну, слава богу, человек выздоровел. Узкая специализация, опыт и квалификация не дают покоя многим соискателям. Работу, не требующие специального образования, расхватывают на глазах. Еще по объявлениям в газетах. До центра занятости доходят предприятия, нуждающиеся в специалистах высокого уровня, которых найти сейчас сложно. На очередной ярмарке вакансий амурчанам предлагали работы вахтовым методом и сезонные. На сегодняшний день на ярмарке вакансий у нас присутствует 5 работодателей, которые предложили 105 вакансий. Вакансий, конечно, по сравнению с прошлым годом намного меньше, потому что везде прошли, на всех предприятиях прошли сокращения. И вот на данный момент у нас в центре занятости состоит на очереди 3092 человека. Из них без работы не признано 2813 человек. Около 200 человек пришли в центр занятости в поисках сезонных работ, временного трудоустройства. Причем многие хотели найти занятия, не требующие образования. Например, укладчики плитки, маляры, уборщики, обслуживающий персонал для работников вахты. Но таких вакансий не предлагали. Их, по утверждению специалистов центра занятости, разбирают по объявлениям в газетах и интернете. А в центр приходят уже предприятия в поисках квалифицированных работников рабочих специальностей. Сейчас, в настоящее время, чаще всего не хватает работников, которые умеют хорошо что-то делать руками. Опытных, квалифицированных слесарей, мотористов, электриков, электромехаников, мастеров, которые занимаются обслуживанием техники, в основном импортного производства, ну и нашей отечественной. Представители компании жаловались, что специалистов с каждым разом найти все сложнее. Связывают это с тем, что опытные и квалифицированные работники давно трудоустроены, а молодым не хватает квалификации и опыта. Те же, кому требуется трудоустройство, и кто не может найти работу по специальности, часто приходится соглашаться на более низкий заработок. Ну, чуть-чуть ниже я, конечно, соглашусь. Потому что сейчас такое время, что особо не повыбираешь. Ну, естественно, конечно, не 20 тысяч, не 18. Я специалист, все-таки, как бы, свои мозги и руки ценю. Скажите, в какой сфере? Энергетика. Судовой электромеханик, стаж больше 25 лет. И к этому часу все. Желаю вам удачи и финансового достатка. До новых встреч на Альфа-канале. Партнер программы. Управляющая компания ЖКХ «Амурстрой». Наш приоритет. Ваш комфорт.